Хоровой коллектив Стал вокальной одой Тем, кто все начинал Камерный хор был создан По инициативе студентов Консерватории Хормейстеров Там были теоретики Попросили Севухина Возглавить этот хор Он согласился И является Родоначальником Камерного хора Севухина До 2001 года Севухина являлся Художественным Кварителем хора И главным дирижером Оказывается, нас учил с малолетства То есть, когда мы пришли в капеллу Этот молодой человек уже был педагогом Он уже был хормейстером Он уже был дирижером И вся наша дальнейшая жизнь Практически была связана с ним Иногда это было просто Действительно его Какое-то педагогическое воздействие Иногда мы просто пели в хоре Который Лег Сантинович Организовывал У него было много довольно хоровых коллективов Он, в общем, был Такой деятель Неуемный Ему хотелось Самое, чтобы Как можно больше народу В Нижнем Новгороде пьело И поэтому у него был то Дом учителя И то, значит, вот камерный хор Который он создал Ну и потом Лег Сантинович был Заведующим кафедрой Нашей консерватории И на этом поприще Он, конечно, добился Очень многих успехов И благодаря ему Кафедра Да, тоже Имела свое Своё лицо Хор консерватории Под его управлением Много гастролировал И показывал Очень интересные Какие-то новые программы Муниципальный камерный хор Нижний Новгород Был создан в 1973 году Народным артистом России Дирижером Композитором Почетным гражданином Города Нижнего Новгорода Львом Константиновичем Севухиным Выдающийся дирижер Заложил творческие основы Задав особый вектор развития Лев Константинович Севухин Это тот человек Который открыл путь Высокую музыку Очень многим И мне в том числе Закончившую Нижегородскую консерваторию Я очень много лет Пела у Льва Константиновича Севухина В камерном хоре Затем Он меня пригласил Работать в хоровой колледж Сначала в капеллу мальчиков И пение в хоре У Льва Константиновича Мне очень помогло Несмотря на то, что я музыковед Профессии У Льва Константинович Очень любил мальчишек И он всегда говорил Вот дети Это чистые души Мне так приятно с ними находиться Мне так приятно с ними работать Они смотрят своими глазами На меня Чистыми, открытыми И поэтому, наверное У Льва Константиновича Все так хорошо и получалось Со Львом Константиновичем Севухиным Мне посчастливилось Быть знакомой с детства Потому что я пела в детстве В хоровой студии Дворца пионеров Чкалова Он руководил смешанным хором Еще с детства потрясал нас Детей своими творческими Необыкновенными Неповторимыми качествами Потому что, когда мы пели Зал замирал От той трактовки Любой, даже пионерской песни Которую мы пели То есть мы в детстве Просто смотрели на него Как на кумира Все годы, связанные с Львом Константиновичем В Камбиновом хоре Конечно, очень ярко вспоминаются И все музыканты О нем вспоминают очень часто Он уже долгое время руководил Капеллы Мальчишков Но это ограничило его творческие возможности Потому что одно дело Работать с детским коллективом А другое дело С освещенным хором Когда совершенно другой репетар Это, я думаю, что Собрало очень большую роль В его творческом становлении Потому что В лице камерного хора Он как бы Обрел такое второе крыло Как бы это подняло его На следующую Его творческую высоту Вскоре после этого Он получил и почетное звание Заслуженные деятели Потом он стал сочинять Хоровые произведения Его приняли в союз композиторов Потом, значит, профессором он стал Народным артистом Это все вот на За работу В том числе и в камерном хоре И в капелле Мальчишков Потом он Даже несколько лет был Ректором Нижегородской консерватории Ну и заведующим кафедром Профессором Он был очень разносторонний человек В плане общения В плане музыкальных своих Таких интересов В плане задумок И, ну, самое главное Пожалуй, это была Его харизма И неуемность В своей деятельности Полвека жизни и творческий путь В 2000 концертов Камерный хор Нижний Новгород Преобразился Сохранив основы Заложенные отцами-основателями Репертуар коллектива Многогранен И включает в себя Произведения русской и зарубежной классики Антологию духовной музыки Современные сочинения Народную песню Популярные жанры Особое место в программах Занимает русская духовная классика Я начинал петь в хоровой капелле Под его руководством Я у него учился Дирижированию Капелле И отношения ученика И учителя Переросли В огромную дружбу В огромную дружбу Двух музыкантов Одного младше Другого старше Мы с ним каждый день Созванивались Каждый день говорили Самые откровенные вещи И сокровенные вещи Поэтому то, что он для меня Это второй отец Это был талантливейший музыкант С неуемным темпераментом Умением работать Требовательным к музыкантам Подающим пример Как надо относиться к своей работе Он очень любил людей Очень любил детей И сделал Вот в Нижнем Оставил Очень хорошую память И сделал огромную работу В развитии хорового искусства В продолжении В совершенствовании Вот этого вот дела Он помогал Самодеятельным хорам Он занимался профессионально Возглавлял консерваторию нашу Возглавлял капеллу То есть это человек Всесторонний, развитой и талантливый У нас были очень дружеские Близкие отношения Вот И о нем только хорошее Могу говорить И говорить еще о том Что он всегда являлся примером В том, как надо относиться к работе И в профессиональном отношении Муниципальный камерный хор Нижний Новгород Это, пожалуй, самый узнаваемый Хоровой коллектив города на Волге Лауреаты всевозможных премий Победители самых разнообразных конкурсов Сегодня этот хоровой коллектив Знает без преувеличения Весь мир Часть своей души Отдает мастер Своему произведению Не растрачивая А наоборот Еще больше разжигая свой талант Отдав, получая взамен Звучат над стрелкой Двух могучих рек Оки и Волги Сотни заливистых голосов Как ода Великому мастеру Песня Бесконечно продолжающейся жизни Учителя В достижениях Его учеников Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин